Здравствуйте, дорогие друзья! Я шеф-повар и телеведущий Олег Ольхов. Хочу вам сказать, что 10 лет я был шеф-поваром Данилова мужского монастыря и за время работы в монастыре узнал секреты многих старинных русских блюд, одно из которых сегодня я для вас и приготовлю. А называется оно тыковник. Об истории этого блюда я расскажу чуть позже, а пока расскажу вам, что нам понадобится для его приготовления. Конечно, в первую очередь сама тыква, пшенка, куриные яйца, топленое сливочное масло, сливки, мед, соль, немного дробленой конопли или очищенных семян подсолнечника. Тыковник – блюдо старинной трактирной русской кухни 19 века. Вкусная каша-запеканка из тыквы. Как правило, в тыковнике используется пшенная крупа, но есть рецепты и с рисом, поэтому смело добавляйте рис, если пшенки под рукой не оказалось. В первую очередь, друзья мои, мы должны замочить пшенку. Это делается очень просто. Заливаем ее водой. Для чего мы это делаем? Дело в том, что пшенка содержит большое количество так называемой мульчи. Это пыль, которая оседает на продукт в процессе шлифовки зерна. Если мы не будем замачивать пшенку, то каша в итоге будет горчить. Может быть, кто-то из вас уже с этим сталкивался, но не мог понять, в чем же причина. А причина в этом мы должны несколько раз ее хорошенько промыть. Пока она будет набухать, мы с вами должны очистить тыкву. Сделать это не очень просто физически, но достаточно легко по сути. Мы с вами просто возьмем и срежем вот эту корочку. Обратите внимание, что вот эту часть я оставлю целой, вырежу внутри мякоть. И в этой тыкве мы приготовим одну часть нашего блюда. А вторую мы приготовим на сковороде так, как это делали наши предки. Таким образом, я покажу вам два вида тыковника. В старинной подаче и в современной. Итак, обрезаем корки. И мякоть тыквы мы нарежем мелким кубиком. Как только я ее нарежу, я займусь пшенкой. Возраст этого удивительного блюда исчисляется тысячелетиями. Археологи относят свою уникальную находку – горшок с кашей, обнаруженную под слоем золы при раскопках древнего города Любича к IX веку. В это время каша была любимым блюдом князя Владимира, а затем и великого полководца Александра Невского. Как утверждают летописцы, его войско победило крестоносцев в ледовом побоище, употребляя в пищу именно традиционную русскую кашу. Итак, мы нарезали тыкву кубиком. Самое время заняться пшенкой. Если бы мы варили не промывая, то каша в итоге бы горчила. Сейчас, как только закипит вода, мы отправим пшенку вариться. Я вырежу из оставшейся части тыквы мякоть, чтобы сделать из нее некий сосуд, в который мы затем поместим тыковник. Прорезаем тыкву ножом, оставляя с боков около сантиметра. Вообще, идея запекать что-то внутри тыквы, конечно же, не нова. Ее многие используют, но, тем не менее, это всегда выглядит интересно в финале, при подаче блюда. Итак, вычищаем семена из тыквы. Итак, как вы видите, тыква внутри пустая, и мы будем использовать, как некий естественный сосуд, в котором мы будем готовить тыковник. Тем временем, друзья, у нас закипела вода. И мы с вами отправляем пшенку вариться. Нам нужно с вами сварить вязкую кашу. Мы будем варить пшенку в воде, но в конце добавим еще и сливки, чтобы блюдо получилось более нежным, жирным и вкусным. Доводим до кипения. И как только вода закипит, мы немножечко подсолим. Потом мы будем еще подсолить. Но на данном этапе мы положим некоторое количество соли. Перемешаем. накроем крышкой. И будем варить до готовности на медленном огне. Хочу вам сказать по опыту, что это займет у вас 20-25 минут. Потом мы добавим еще сливок и проварим вместе. Доведем до вкуса, обжарим вместе с тыквой и поставим доготавливаться в духовку. Пока у нас сварится каша, я вам немножко расскажу об истории этого блюда. Тыковник – это трактирное сковородное блюдо. Это блюдо было популярно и в 19 веке, и в начале 20 века. Но после революции, увы, оно стало невостребованным, как и многие блюда русской кухни. Николай Алексеевич Некрасов написал замечательное четверостишее, в котором упоминается тыковник. В пирогах, в ухе стерляжей, в щах, в гусином потрохе. В няне, в тыковнике, в каше и в баранье требухе. Вот в этом он находил свое счастье. И это он считал символом русской трапезы. Мало кто знает, что няня – это забытое старинное блюдо русской кухни. Это баранье желудок, чиненный бараньей же требухой и гречневой кашей. Вот, например, в Шотландии есть похожее блюдо, которое называется хаггис. Друзья, мы видим, что каша сварилась, но это еще не все. Мы должны сделать кашу вязкой, то, что в народе называется размазня. Теперь мы добавляем сюда некоторое количество жирных, хороших сливок. Доводим до кипения. Добавим топленое сливочное масло. Это то самое сливочное масло, которое использовали наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Это масло гораздо более вкусное, чем обычное сливочное. И приготовить его можно в домашних условиях. Для этого его нужно два часа нагревать на медленном огне, периодически снимая пену. И потом процедить, убрать в холодильник. Все. Можете дальше использовать при приготовлении любых блюд. Как только закипело, сразу выключаем и снимаем. Каша будет остывать. И в конце мы добавим ее, когда каша остынет, мы добавим туда два куриных яйца. Для чего? Для того, чтобы яйца схватили, скрепили массу пшенки, когда мы будем выпекать тыковник в духовке. Следующий этап. Тут настаёт очередь тыквы. Мы должны ее сначала обжарить на сковородке. И мы сделаем это также на топленом сливочном масле. Помещаем нарезанную тыкву на сковородку. И обжариваем на топленом сливочном масле. Таким образом тыква приобретает необычайный аромат. Итак, что же происходит дальше? Посмотрите, мы обжарили тыкву. Обжарили тыкву на топленом сливочном масле. Дальше меняем местами. Снова ставим пшенную кашу. Добавляем туда тыкву. Перемешиваем и прогреваем вместе. На этом этапе мы сразу можем добавить в блюдо мед. Мед можно и не добавлять. И тогда тыковник можно сделать более соленым, без сладкого вкуса. У него будет только естественная сладость тыквы. Если вы захотите использовать какие-то специи, то сюда хорошо подойдут корица, кардамон, может быть даже ваниль. Потому что такими специями можно подчеркнуть сладость этого блюда и увеличить фруктовые нотки. Мы вместе прогрели. Теперь отставим в сторону, чтобы будущий тыковник остыл. Почему? Потому что нам нужно будет ввести в остывший тыковник яйца. А если мы яйца поместим в горячий тыковник, они сразу же у нас свернутся. У нас получится яичница. Теперь нам нужно взять яйца, выпустить их в миску и взбить до легкой пены. Теперь берем остывшую кашу. Она может быть не полностью остывшую. Главное, чтобы она была ниже 30 градусов. И выпускаем взбитые яйца сюда. Перемешиваем. Теперь нам останется тыковник запечь в духовке. И мы это с вами сделаем двумя способами. Первый прямо в тыкве. Это современный способ. Заполняем тыкву кашей с тыквой. И отправляем в духовку. Поскольку продукт внутри практически готов, нам нужно, чтобы подпеклась сверху тыква. Сколько, спросите вы? Ну, допустим, 30-40 минут при температуре 160-170 градусов. Теперь, друзья, мы приготовим на чугунной сковороде блюдо. Так, как это делали наши предки. Нам нужно смазать края и дно сковороды топленым маслом. И вот здесь обычно люди что делают для того, чтобы не пригорело? Посыпают сухарями. Посыпают панировочными сухарями. Но я вместо этого использую сейчас дробленое семечко конопли. Оно совершенно безвредно и безопасно. Это специальная конопля, которая использует в кулинарии. Итак, мы подготовили сковородку. Теперь наполняем тыковником. И отправляем вот эту чугунную сковородку в духовку. Не зря это блюдо называется сковородным блюдом. Оно готовится, зачастую и подается на чугунной сковороде. Друзья, я помещаю чугунную сковородку с тыковником в духовку. И мы будем запекать при температуре 160-170 градусов 30-40 минут. Нам осталось только подождать, пока блюдо будет готово. Тыква крайне непривередлива к условиям, в которых ей предстоит расти. Эту культуру успешно выращивают по всему земному шару, за исключением Антарктиды. Тыква является своеобразным эликсиром молодости, благодаря содержащимся в ней витаминам А и Е, позволяющим бороться с признаками старения. На самом деле тыква – это ягода, причем одна из самых крупных в мире. Ее плоды могут весить до нескольких сотен килограммов. Друзья, ну что ж, я даже по запаху чувствую, что тыковник уже готов. Давайте же посмотрим. Ну, так и есть. Сейчас я его достану. О, румяный, ароматный и шкварчит. Вот это один вид тыковника, старинный тыковник. Сейчас я достану тот, который мы приготовили в современной подаче. Осторожно, горячий. Можно подать тыковник вот так. Готовый сверху можно посыпать дробленым конопляным семенем. Или, если вы хотите, вы можете взять семечки. Это могут быть у вас семечки подсолнечника, могут быть тыквенные семечки, любые орешки, кедровые орешки. В общем, это все на ваш вкус. Можно подать блюдо как в сковороде, так и положив его в интересную посуду. Вот, например, у нас есть историческая глиняная посуда. И сейчас я это блюдо переложу в нее. Друзья, с вами был Олег Ольхов. Я желаю вам всего самого наилучшего, хорошего настроения и ангелы вам за трапезой! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!